Кривой рок — это унизительное и некрасивое название. Мы хотим заменить на его исторический аналог. Роза, подайте мне шафар, пожалуйста. Вот что такое кривой рок на иврите. Это шафар. Это символ и главный музыкальный инструмент всех евреев и иудеев, который уже производится благодаря нам и будет производиться на территории Небесного Иерусалима и будет экспортироваться во все страны мира. Так вот, мы предлагаем заменить это ужасное словосочетание «крывый рих» на «красивая шафарск». Следующий — это Днепродзержинск. Если вы возьмете историю этого города, то Бог как его не называли. Поэтому мы предлагаем поменять это очень странное и непонятное название, которое сейчас тоже переименовано в какое-то совершенно безумное слово, которое никто, ни один человек никогда не запомнит. Город Давидск. Город Давида. И последний. Наш город, самый главный город в Небесном Иерусалиме, это город, который сейчас называется Днепро, а до этого назывался Екатеринослав, Новороссийск, Днепропетровск, Днепро и еще как-то даже там назывался, назвать его именем, которое дано нам Богом. Ведь это же нужно было Богу сделать так, что на земле из десятков и сотен тысяч городов ни один до сих пор не забронировал за собой название Новый Иерусалим. Поэтому город Днепро или любое другое название никто в мире не знал и не вспомнит и забудет. Город же Нью-Иршалаим будет знать каждый, как сегодня каждый знает город Нью-Йорк. Город под таким названием, адрес под таким названием, столица под таким названием, это задел на счастливое благополучие и на счастливое будущее на тысячи лет. Кроме того, на этой карте, как вы видите, наложен силуэт Израиля. Вот это в масштабе силуэт государства Израиль такого размера, какого она есть сегодня. Посмотрите, если вот страна такого размера, как здесь нарисована, является одной из десяти влиятельнейших стран в мире, а в этот список, хочу вам напомнить, положите, пожалуйста, в этот список десяти влиятельших стран мира не входит ни Польша, ни Румуния, ни Венгрия, Мадьярия, ни Украина не входит в этот список. В этом списке только такие великие страны, как США, Китай, Британия, Израиль, Россия. Вот. Поэтому мы надеемся, что, имея совершенно другой масштаб возможностей, совершенно другие, другой фундамент для развития, небесный Иерусалим через десять лет своего существования войдет в эту десятку, и с помощью нее Израиль по влиятельности перейдет сразу на несколько позиций вверх и будет по влиятельности, как мы надеемся, третьей страной в мире после США и Китая, и опережая Россию. Вот такой краткий экскурс. И еще хочу сказать вашим зрителям, что все это, о всем, о чем мы говорим, это будет начиная с 2029 года, когда украинский парламент, Верховная Рада, проголосует за образование небесного Иерусалима. А проголосует она тогда, когда сможет с корнем вырвать из себя и выжечь в себе тот антисемитизм, который сегодня мешает развиваться в Украине.